Самый популярный анекдот года. Что бы вы поменяли, если бы вернулись в прошлое? Ответ очевиден. Рубли. Несмотря на то, что экономисты прогнозировали кризис еще год назад, падение национальной валюты стало для большинства россиян шоком. Рубль ушел в штопор буквально за месяц. Эксперты называют разные причины. От западных санкций до валютных спекуляций на рынке. И прогнозы дают тоже разные. Как поведет себя рубль в 2015-м, не может сказать никто. Если вы поделите стоимость барреля нефти марки УРОС, вот у вас и будет курс. Поэтому здесь никаких особых хитростей не надо. Другое дело, что колебания были, они были связаны еще со спекулятивным характером. До тех пор, пока не решена основная политическая проблема с связей с западом экономическим и доступ к рынку капитала на западе, рубль будет потихоньку слабеть. Ключевой ставкой тот спекулятивный курс доллара и рубля, таким моментом, конечно, не остановить. Это очень отрицательно, конечно, сказалось именно на производстве. Я считаю, что ситуация не находится под контролем, что Центробанк не в состоянии регулировать курс доллара. Куда он будет падать, Центробанк не знает. Для промышленников и чиновников словом года стало импортозамещение. Из-за взаимных санкций страна лишилась множества товаров. От пармезана до оборудования для газодобычи. И президенты правительства обнадеживают. Мы все можем сами. Правда, условий для самостоятельной работы пока не хватает. Ставка сделана на импортозамещение. Но, к сожалению, ее будет делать очень тяжело при таких дорогих деньгах, которые есть. В тех условиях, в которых сейчас находится страна, ничего развиваться не может. Мы будем наблюдать серьезнейшее падение уровня жизни россиян. Например, то, что касается производства куриных яиц, мяса птицы, свинина, это достаточно быстро. Крупный рогатый скот по голове, это 2-2,5 года. Поэтому все можно сделать. Я думаю, что потенциал импортозамещения, может быть, там будет миллиардов на 30. Это, грубо говоря, там 1% ВОП. Поддержать производство могли бы дешевые кредиты. Однако государство только повышает ключевую ставку, от которой отчитывают ставки и все банки страны. Чиновники, похоже, не могут определиться, кого спасать в первую очередь. Бизнес, банки или падающий рубль. Грядет, я уверен, помощь другим банкам. Соответственно, это будет также в первой половине 2015 года. То есть после валютного кризиса обычно следует кризис банковский. Реальные ставки кредитования, они увеличились там буквально не то, что там на 2-3% или 5%, не увеличили там в некоторых регионах до двух раз. При такой ставке кредита не то, что развитие, а даже поддержание экономики в том виде, в котором она сейчас существует, невозможно. Это приведет к остановке значительного количества предприятий. Что будет с рублем и со всеми нами, зависит от многих факторов. Геополитическая ситуация, стоимости нефти, отношения с Европой и США. Единственное, о чем говорят буквально все, надо научиться жить скромнее. По мнению большинства крупных экономистов, в ближайшие десятилетия экономика страны расти не будет. Редактор субтитров А.Семкин